МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой этого выпуска. Год назад на театральной продолжается работа по делу об убийстве студента Рязанского радиоуниверситета Александра Дудина. Разогнали за безделье. Властная дума решила прекратить полномочия действующего состава Заборьевского сельского поселения. Здравствуй, дедушка Ленин. Еще один пьяный лихач влетел в сквер у памятника Ильичу в Рязани. А теперь по всем подробнее. Памятник Владимиру Ильичу Ленину становится культовым местом для рязанских автомобилистов. Как выпьет земляк за рулем, так и стремится засвидетельствовать свое почтение вождю мирового пролетариата. Чуть более месяца назад водитель Инфинити с двумя пассажирками с утра пораньше буквально бросился в ноги монументальному Ильичу. Видимо, хотел и спросить прощения за невоздержанность к алкоголю за рулем. Тогда дорогая иномарка волей своего выпившего повелителя снесла ограду. И столбики около памятника обошлось без жертв. И вот еще один автопоклонник рванул к Ленину за народной правдой. Примечательно, что дело было аккурат в ночь на день милиции. Такой вот получился политический вызов правоохранителям. Другие подробности у Глеба Галушкина. По словам рязанских дорожных полицейских, водитель черной Мазды, протаранивший в ночь с субботы на воскресенье ограду рядом с памятником Ленина, был в состоянии алкогольного опьянения. Причем на своем пути он зацепил припаркованный перед тротуаром автомобиль. И совсем не снижая скорости, врезался в железное ограждение и снес один из флагштоков, на котором гордо развивался флаг Сочинской Олимпиады. 10 ноября примерно в 2 часа ночи на площади Ленина водитель автомобиля Мазда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил столкновение по касательной со стоящим автомобилем Hyundai Solaris. Затем автомобиль Мазда протаранил ограждение возле памятника Ленина и продвинулся на несколько метров на зеленый газон. Попутно разрушил ограду и повалил один из флагов. Водитель травм не получил, а его пассажир получил незначительные травмы и обращался в ОКБ. Надо сказать, что это уже не первая подобная авария в этом месте. В конце сентября в это же самое ограждение врезался автомобиль Infiniti. Правда, тогда водитель от медосвидетельства не отказался и попросту убежал от врачей из машины скорой помощи, прибывшей на место аварии. О дальнейшей судьбе водителя-внедорожника тогда получить комментарий у правоохранителя не удалось. Возможно, потому, что он сам имел отношение к органам. Есть такие сведения, но это пока непроверенная информация. Кстати, в минувшую пятницу и в эти выходные в регионе проходили, как было заявлено ведомством, повальные рейды ГИБДД в вечернее время. Цель – выявление нетрезвых водителей. Оказывается, надо было у Ленинского монумента патруль ставить. Заколдованное место какое-то здесь не иначе. Вообще, день милиции в Рязани получается каким-то тревожным праздником. Ровно год назад, опять-таки в ночь на 10 ноября, практически прямо на театральной площади, несколько молодых пареньков затыкали насмерть ножами студента радиоуниверситета Александра Дудина. А теперь обвиняют в убийстве лишь одного из них. На виду у прохожих, у водителей машин. Хулиганы гоняли свою жертву по тротуарам и проезжей части. Полицию никто не вызвал. В паре сотен метров от места происшествия стоит полицейская будка. Шпану так никто и не унял, не остановил. Александр Дудин бросился в машину такси, но водитель решил не вмешиваться. И преследователи выволокли студента из машины. Уже потом, при проведении судмедэкспертизы, на теле Дудина было обнаружено несколько ножевых ранений. Один удар достиг сердца. Об этом писали тогда все. От местных информозданий до федеральных. Дело вызвало огромный резонанс. Сегодня о том, как сейчас продолжается следствие по делу об убийстве 19-летнего Александра Дудина. Следственные действия по уголовному делу были завершены еще в августе этого года. И, по мнению следствия, доказательственная база является достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела после завершения следственных действий были предоставлены для ознакомления участникам уголовного судопроизводства. На стадии выполнения ознакомления адвокаты, представляющие интересы обвиняемой стороны, ограничивались судом по ходатайству следователя во времени ознакомления в связи с их явным затягиванием данного процесса. Но в настоящее время по ходатайству стороны защиты обвиняемого, удовлетворенного следователем после решения суда, обязывающего удовлетворить данное ходатайство, проводится дополнительная судебная экспертиза. Интересное решение принято на последнем заседании областной думы. Парламентарии проголосовали за принятие закона о распуске Совета депутатов Заборьевского сельского поселения, это Рязанский район. Районная прокуратура выяснила, что с начала года Совет не провел ни одного заседания. И в середине этого августа Рязанский райсуд признал Заборьевский совет бездействующим. Заместитель областного министра по делам территориальных образований и общественных объединений Наталья Клещинская пояснила, был дан срок на обжалование. Его не последовало, поэтому решение суда вступило в силу. Заборьевские депутаты были не согласны, но их особо никто не слушал. Как говорится, работать надо, а не оправдываться постфактум. Короче говоря, за безделье Совет ответил. Теперь бы надо правоохранителям и к другим органам власти на местных уровнях присмотреться. Например, в конце августа наша съемочная группа пыталась пробиться на публичные слушания, которые проводились в селе Дубровича. Речь шла о переводе земель из одного статуса в другой. Вопрос интересный и для народа немаловажный, но суть даже не в этом. Вот так было дело. Вместо «добро пожаловать» получили журналисты грозное «идите вон», а оператор и весьма чувствительную затрещину. Налицо было явное нарушение закона о средствах массовой информации. Да и вообще, разве могут эти самые публичные слушания проходить под грифом «секретно», то есть быть недоступной для прессы? Вопрос. Дело, как говорится, прошлое, но случай показательный. Так что ничего удивительного, что на периферии процветает либо бездействие местных управленцев, либо очень уж произвольное толкование того, что можно делать по закону, а чего нельзя. К другим темам. Вчера российские полицейские отметили профессиональный праздник. Накануне в Рязани прошли торжественные мероприятия, о которых рассказывает Оксана Тебенихина. Сотрудники рязанской полиции, поступившие на службу в органы внутренних дел в преддверии профессионального праздника, в торжественной обстановке приняли присягу. Церемония состоялась на плацу рязанского филиала Университета МВД России. Поздравил новоиспеченных полисменов начальник регионального УМВД Николай Пелюгин. С этой минуты вы становитесь полнообразными сотрудниками органов внутренних дел. И это налажает на вас важное обязательство – защищать жизни, здоровье и покои граждан, служить России. Официальная рабочая неделя для правоохранителей закончилась торжественным собранием, посвященным Дню полиции. По сложившейся традиции рязанских полицейских поздравили руководители города и области. Отличившихся сотрудников наградили и поощрили за особые старания. Я сегодня еще раз хочу вас от души поздравить с этим замечательным профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, удачи, чтобы ваши дни и ваша служба проходила как можно спокойнее. Я хочу пожелать вашим семьям тишины, покоя и чтобы всегда вы возвращались домой живыми и здоровыми. Спасибо вам за работу. С праздником! Также были подведены итоги проведенной в этом году работы, а продолжился праздник в концертном зале имени Есенина. Между тем, нашей системе внутренних дел грозит новая реформа. Ее концепцию вскоре намерен представить глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, недавно вошедший в Общественный совет МВД. А также недавно фонд «Общественный вердикт» опубликовал очередной индекс доверия полиции. Так вот, исследование, приведенное правозащитниками и социологами Левада центра, сообщает издание «Ньюс.ру», выявило, что 55% россиян по-прежнему не видят положительных результатов реформы МВД и не верят, что представители ведомства могут защитить их от преступников. Уверены в этом лишь 4% опрошенных. Полностью удовлетворены работой полиции также 4% опрошенных. Может, это сами полицейские, но этого в исследовании не уточняется. О своем доверии полиции заявили 39% респондентов. О недоверии 51% граждан есть, кстати, и позитив. Например, респондентам были заданы вопросы о возможном сотрудничестве граждан и полиции. Около 80% уверены, что люди должны помогать полиции в ее работе. В обратном же уверены 15% опрошенных. Также 75% заверили, что если они станут свидетелями ДТП или преступления, то дадут свидетельские показания. Так что, как бы ни грянула опять реформа полиции, и вновь тогда потечет в органах мутная непонятная водица, в которой так легко бесчестным людям ловить свою жирную рыбку. Конечно, проще всего было бы заставить всех правоохранителей работать честно и не поддаваться коррупционным искушениям. Да только кто и как способен сотворить сие. На сегодня все. До встречи завтра в программе «Время говорить». Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин